Приветствую вас. Вот маленькая ремарочка по поводу Российской империи и СССР. Давайте так почистим. Хенсек. Кто это такой? Царь. Что вы его избирали? Нет. Его фактически избирали, так сказать, в свое окружение. И вам представляли. Вот царь, пожалуйста. Хенсек. Так? Так. Власть он какой обладал? Как Хенсек? Царь. Хочет казнить, хочет миловать. Сколько стали люди убить? Как и великий Петр. То же самое. Дальше. Дворяне были? В Российской империи были. А в СССР? Да. Пройти на номенклатуре. Это дворяне. Чистые дворяне. Но я вам рассказывал, что если вы попадали в так званый, назывался общий отдел, это ваша папочка. Это вы дворянин. Значит, в любом случае, если вы даже по ряду обстоятельств вас с этой работы снимали, вы работу не теряете, вас приводят на другой. Тогда вы попали в общий отдел. Все. Вы дворянин. Мало того, секретарь эко-компартии кто такой? Тоже ограничен. Секретарь эко-кома, губернатор. Та же власть. Ну все то же самое. Потому что власть обладала довольно небольшой. Он мог казнить, миловать. Милициям подчинялся. Он мог человека терять поларошок, арестовать. Все мог. То же самое. Дальше. Крепаки. Были в Советском Союзе? Колхоз. Колхоз, совхоз. Вы же не забывайте, что только про Хрущеве почали выдавать паспорта. До этого дудки в колхозе за палочки пахали. А кто был в колхозе? Правильно. Тот же самый пап. Тот же самый. Причем не забывайте, что, как правило, в колхозе это был член партии. Но и в колхозе на работе. Да, реально. Так что все то же самое. Рабочие. Абсолютно все то же самое. Кто такой директор? Кто? Капиталист. Он мог все. А рабочие работали за жалкие копейки. За жалкие. Вы же не забывайте. Зарплата нищенская. Мазера пусто. Карточки. Все это что? Россия. Россия. Поэтому был разрыв. Действительно, в колхозе на работе жили очень богат. То удурение. Но в нищей стране. Я понимаю, что сейчас смешно. Но кто-то работник поехал в Париж? Для вас это что? Да. Но советские люди не в Париж поехали. Дворя не могли. Так что, как видите, все то же самое. Абсолютно. Почему так советская власть была против церкви? Потому что нельзя было две диалоги. Тогда была церковь. Был рай. А здесь что было? Правильно. Здесь был коммунизм. Бред такой же, как и рай. Но красиво. Так что все то же самое. Поэтому рухнул завязь Козыр. Но понимаете, люди устали жить в этой империи. В этой российской империи. Прогнывшей. Где постоянно была ракушка. Такая, знаете, в красных прапорах. Но паны. Паны. Но зато какие же они красивые были. Так что империя. Ну серьезно. В Милеон как считал, что если бы... Ну в истории-то бывают случаи. В истории Китая такие случаи были. И в истории Европы. Но кажется, вот так бы история пошла. Нет. Сделать глупость. И потеряли столет. Но мы 70 потеряли. Немножко меньше. Немножко меньше. То же самое. Ох, это было очень хорошо. Все. Немножко меньше. В июне.